Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня у нас на канале очередной ролик про Северную Латвию, а точнее про маленький городок Лигатне, который находится между Сигулдой и Цесисом. И если Сигулда очень хорошо известна и распиарена, Цесис менее известен, но все-таки тоже туда благодаря замку приезжают, больше туристов, то Лигатне находится несколько в тени своих более знаменитых соседей. Хотя, если сравнивать с Сигулдой, то вот посмотрите, что у вас сейчас на экране один из знаменитых утесов Лигатне, это утес Лустузис, и вот это песчаные утесы, в которых вот эти вот природные формирования в виде пещерок или выемок, называйте их как хотите, есть более глубокие, в Сигулдой есть даже так называемая пещера Гутмана, грот Гутмана даже, если быть точнее, то ровно то же самое есть и в Лигатне, но в силу определенных причин этот городок менее знаменит, чем его более раскрученный сосед. Хотя, по сути, здесь практически все то же самое, что есть и в Сигулде. И вдобавок, также можно гулять и находиться за пределами самого городка, потому что вокруг городка расположены масса туристических троп и можно гулять, причем даже наблюдать животных в дикой природе. Они, конечно, окружены от посетителей, но есть тропы и туда, кстати, даже говорят, что свозят больных животных со всей Латвии, чтобы они выздоравливали. Собственно говоря, вот найдите три отличия от лазания по скалам в Сигулде. Ну, я уже немножко забегая вперед скажу, что отличия определенные есть, и если в Сигулде в этих скалах, соответственно, все вот эти углубления, они носят естественный характер, то в Лиготне тут уже приложил руку человек, потому что, как вы видите, там вот и кирпичами укрепляли проемы, и то есть природную выемку потом уже обрабатывал человек. Казалось бы, зачем долбить скалы и зачем что-то здесь сделать? Но, собственно говоря, из этого и складывается история Лиготне, потому что в Лиготне еще в 19 веке была основана бумажная фабрика, которая просуществовала аж до 2013 года. И все, кто учился в школе в Латвии, там, скажем, года 70-е, 80-е, наверное, даже в начале 90-х, 100% помнят тетрадки, на которых было написано Лиготненская бумажная фабрика, Лиготнеспапирфабрика. Ну, так вот, собственно говоря, вот эта папирфабрика и здесь существовала. Пока в 2013 году счастливо не закрылась. И тогда, значит, у города вынуждены даже, можно сказать, произошли изменения, и город стал вынужден искать какие-то альтернативные источники существования. Ну, и альтернативным источником существования для Лиготне стал туризм. Да, в основном это, конечно, местные туристы, но, в принципе, не только местные, потому что мы слышали и речь иностранную, и английскую, и немецкую, и финны какие-то были. Да, не настолько много, как в Сигулде, но хватает, достаточно много. Причем, если вы не любите гулять среди толп, а в Сигулде действительно реально много народу, и вот не всем нравится гулять по таким лесенкам, когда вокруг тебя шныряет куча народу, то в этом отношении Лиготна, конечно, идеальна. И, в принципе, в плане видов вы увидите практически все то же самое. В Сигулде есть, конечно, Туральский замок, да, на который вот с этих холмов открываются великолепные виды, но в Лиготне есть рядом Цесис, и в Цесисе тоже есть замок, который абсолютно не хуже Туральского замка. То есть, можно объединить Цесис и Лиготне, собственно говоря, что и рекомендуется. Или же объединять Лиготне с природными тропами. Видов действительно здесь хватает, и можно делать даже, чем, собственно говоря, большинство народа и занимается, ходят и делают прикольные фоточки, красивые видовые, на фоне всевозможных углублений в этих сказках. Мы пока ходили, видели, что люди сидят в этих углублениях, фотографируются. В общем, достаточно забавно. А вот там, вдалеке, на фоне, это развалины первой бумажной фабрики. Да, конечно, она была подшаманена и реновирована. Ну, как ли, наверное, это еще в те времена, наверное, это в прошлом веке еще. Конечно, это не 1800-х, конца 19-го века здание. Так и просуществовало до самого конца. Но, тем не менее, это первое историческое здание, и вот в угоду туристам сохранилась еще кое-какая инфраструктура от этой бумажной фабрики. Собственно говоря, в Лиготне есть многое, что связано с бумагой. В городе есть музей бумаги, потому что производство бумаги оставило значительный след в истории этого городка. И, собственно говоря, развился-то он и потому, что здесь решили основать бумажную фабрику. А бумажную фабрику решили основать, потому что вот здесь вот такая речка с достаточно быстрым течением, что в конце 19-го века было достаточно важно для того, чтобы вода могла крутить всевозможные механизмы на бумажной фабрике. Сейчас же это используется достаточно оригинальным образом. Я думаю, что вы никогда не догадаетесь, как используются остатки механизмов. А используются они как каскад для рыбы, которая идет на нерест. И вот она вот по этим каскадикам, она радостно и прыгает. Я вот не знаю, можно ли или нет подойти к старому зданию. Наверное, можно, но такого ничего архиинтересного в этом здании там нет. Просто вот развалины. Тогда уж лучше, если кого-то интересует история, более детально подойти к музею бумаги. И ознакомиться с историей бумажного производства в Лигатне. Вот, собственно говоря, можно походить, побродить. И с этой стороны посмотреть на скалы. Скал, честно говоря, в округе очень много. И всевозможнейших причудневых форм. И красивые, и такие вот живописные. Особенно, когда вот если сплавляешься на лодочках, вот можно вот их в реке наблюдать. Но вот такого, что с рукотворными выемками, такое вот наблюдается только в Лигатне. Потому что первый, кто создавал бумажную фабрику, он подошел творчески и решил использовать ее для своих, ну, что уже созданные скалы для каких-то хранилищ или помещений. Вот, например, вот здесь мы видим, да, то есть вот тоже это вот естественно, то есть скала. И вот в скале выдолблены отверстия, которые используются под хранилище. И, собственно говоря, еще чем Лигатне тоже известно, то, что у нее есть своя винодельня. Ну, точнее, наверное, винодельня это будет громко сказано, потому что делается не из классического вина, а делается, если возможно, из можжевельника, из ягоды, из сирени. Это даже, скорее всего, можно сказать, на стойке делается. Вот мы хотели даже зайти послушать, что вот как раз вот этот так называемый винный погреб, мы хотели, может, что-то прикупить, но там идет дегустация. И для того, чтобы записаться на дегустацию, оказывается, достаточно популярное мероприятие, и надо заранее записываться, чтобы на нее попасть. Ну, вот такая вот Лигатне, я более чем уверен, что не самое известное место в Латвии, но на самом деле красивое. Не только пляжами и морем красиво Латвия, а еще и многим другим. Это все, что я хотел сказать вам на сегодня. Чао!